Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественно и естественно. Мой гость, проверенный пророк, за четыре года до ковида он сказал, что появится невиданный ранее вирус, который будет разработан в лаборатории. После этого ему показали полную глобальную перезагрузку во всех сферах нашей жизни, и такого не было ранее. Интересно? Смотрите. Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Добро пожаловать, Святой Дух. Сделай эту программу сверхъестественно-естественной. Джошуа Джейлс принял Мессию в семилетнем возрасте и услышал пророческий голос Бога. Так какое же будущее вам показал Бог? Расскажите нам по секрету, что же это было такое. В том юном возрасте я был в комнате один. Мои родители были пасторами, но я не хотел иметь ничего общего со служением и с детства избегал этого. Но в той комнате у меня произошла встреча с Господом, где я почувствовал Его присутствие, силу и услышал Его голос. Бог сказал, что я буду путешествовать по всему миру, как пророк, и нести Его послание людям. Это сильно потрясло меня. Я рассказал об этом родителям, как сделал бы любой обыкновенный ребенок. И я верю, что это стало началом моего нового пророческого служения. А вот как все было. А что бы вы сказали о прыжке в сверхъестественное? Как я понимаю, вас когда-то посещали ангелы. Да, позднее, когда я стал старше, со мной произошел один случай. Я спал в своей комнате. Это было посередине ночи, может быть, около трех часов утра. Я услышал звуки сирены и подумал, что в здании случился пожар. Я вскочил и подбежал к окну, взглянув в него, но не увидел ни одной машины. Все это показалось мне странным. Я снова пошел спать. И как только лег, в комнате появился ангел. Он был гораздо больше комнаты, но тем не менее он в ней помещался. Помню, как ангел протянул руку и коснулся меня. Я почувствовал, как Божья сила потекла через меня, подобно электричеству. Сначала я испугался, но Божье присутствие успокоило меня. Ангел сообщил, что я буду служителем в своем районе, в Миннесоте. Я еще даже не переехал туда, но он рассказал мне о пророческом служении и о служении исцеления, которое я буду вести. Так и произошло позже. Я начал служить в удивительных дарах исцеления, а ведь когда-то даже не думал об этом. Сила Божия пришла ко мне в тот вечер, и я совершенно обновился. Сегодня Джошуа известен своими очень точными и конкретными пророчествами. Правительственные чиновники и лидеры знают об этом и ищут возможности встретиться с ним. 6 декабря 2015 года, за 4 года до появления ковида, Бог сказал Джошуа о приближающемся редком вирусе, настолько редком, что врачи не знали, что же это вообще такое. И что же Бог сказал вам тогда об этом вирусе? Джошуа, это было в середине служения. В моей церкви было около 300 человек. Мы поклонялись и пели Господу. На меня просто сошел пророческий дух. Я не ожидал таких конкретных слов. Мой мозг был как будто отключен. И Бог говорил через меня. Он сказал, что в мир придет редкий вирус. Врачи не знали, что это. Во время пророчества у меня было видение. Я видел врачей, которые говорили, это грипп или это что-то еще, мы не знаем. Но Бог сказал, что это будет влиять на иммунную систему. И самое невероятное в том, что вирус будет изготовлен в лаборатории. Услышав это слово, церковь сразу стала молиться. А затем Бог стал говорить о будущем, о том, что придет. Я увидел другие вирусы и возбудители инфекций, которые будут созданы в будущем. В этом заключается демонический план. Есть ли какая-то надежда для мира, исходя из вашего видения? Безусловно. Всякий раз, когда Господь дает подобное слово, в нем всегда есть надежда. Еще одна вещь. Святой Дух сообщил мне, что станет защитным щитом вокруг своего народа. Мы слышали много историй, даже о ковиде, о том, как Господь поднимал людей с больничных коек и защищал нас. Поэтому я верю, что в ближайшее время мы будем переживать одно из величайших излияний Божьего Духа, которое когда-либо видели. А что Бог сказал вам о глобальной перезагрузке? И как это повлияет на наше будущее? В 2019 году я вернулся из Израиля, где Господь очень сильно действовал. Я пришел в церковь на изучение Библии. Вновь Дух пророчества сошел на меня. И Господь сказал, что 2020 год станет годом глобальной перезагрузки. Сказал, что мы увидим сильнейший экономический спад. Вернутся дни Иосифа, и в будущем мы увидим голод. Но это не будет просто мировой перезагрузкой. Каждая отдельная область будет разрушена для восстановления, включая церковь. Это означает, что церковь вот-вот вступит в одни силы большого помазания и большой славы. Я верю, что дары Духа Святого будут усиливаться, и мы испытаем истинное пробуждение в ближайшие дни. Скажу вам, свирепствует страх, инфляция, не шватка продовольствия, терроризм, ядерные бомбы, моральное падение. Обратитесь к тем, кто боится сегодня. Хочу поговорить с теми, кто нас смотрит. И, возможно, вы переживаете страх и охвачены духом страхом. Хочу сказать, что нет причин для паники, потому что Бог с нами. Иисус Христос здесь с нами. Господь показал мне, что это будет лучшим из худших времен. И это означает, что мы можем радоваться, потому что были рождены для этого часа. Мы увидим величайшие чудеса и прорывы. Мы увидим, как Евангелие приходит в те области, куда никогда не приходило раньше. Поэтому мы должны радоваться уже сейчас. Так что избавьтесь от всякого страха и сделайте шаг навстречу мужеству, и Господь встретит вас. А вы бы хотели заранее увидеть следующие 10 лет? Это десятилетняя перезагрузка технологий, финансов и фактически всех систем в мире. Джошуа говорит, это станет вашим лучшим десятилетием, если вы знаете и действуете в соответствии с полученной информацией, страха больше не будет уже никогда. Мы скоро вернемся, и вы узнаете, как избавиться от этого страха навсегда. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я освободился от кокаиновой зависимости. Я увидел одну из ваших передач, помолился и получил исцеление. До того, как спастись, я тратил миллионы долларов на кокаин. А теперь у меня есть служение. После этого случая моя жизнь развернулась на 180 градусов. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Это сверхъестественно. Джошуа, вы говорите, что мы носим в себе будущее. Но большинство из нас этого просто не осознает. Объясните нам. В книге «Экклесиас», 3 главе 11 стихе, говорится, что Бог поместил мир в сердце человека. В некоторых переводах говорится «вечность». На иврите это слово означает «будущее». Так что это буквально означает, что, протекая по вашим венам, вы несете в себе будущее. Пророческий дар. А это почти как ДНК. Да. Это не только наука, но Бог что-то поместил в вашу ДНК. Безусловно. Если посмотреть на ДНК, то можно увидеть, что она имеет форму лестницы. Это связано с лестницей, которую Иаков видел, смотря на небеса. Это портал из этого мира в божественный. Поэтому я верю, что каждый человек несет в себе пророческие ДНК. Это означает, что вы можете видеть и слышаться в Духе, если уступите силе Святого Духа. Он желает использовать людей уже сегодня. Когда вы впервые услышали о глобальной десятилетней перезагрузке, у меня было время молитвы и поста каждое утро. Я вставал примерно в 5 или в 6 утра и начинал молиться и поклоняться Господом. Я даже не просил для кого-то слова. Но когда вы становитесь другом Святого Духа, он делится с вами секретами. И вот Святой Дух начал делиться со мной информацией о следующих 10 годах. Я был встревожен этим словом, но у меня также было видение. В видении я зашел в продуктовый магазин, а полки были совершенно пустыми. И это было в Америке. Меня это сильно встревожило. И Господь сказал мне, не паникуй. Он сказал, в это время ты увидишь, как на Земле будут происходить чудеса умножения. Так что мы увидим рост сверхъестественного по всему миру. И это часть великого пробуждения и излияния благодати, которая уже здесь и грядет вскоре. Ваша книга наполнена событиями, которые произойдут когда-то в будущем. И то, что мне нравится, и то, что нравится людям, которые вас знают, что у вас есть своего рода две стороны медали. Вы говорите о плохом, которое нас ожидает в ближайшем будущем, а затем о могущественной, сверхъестественной силе Божьей славы, которая вооружит его народ, чтобы преодолеть все плохое, что происходит. Вы видели глобальную, десятилетнюю перезагрузку. Я бы хотел, чтобы у нас было больше времени поговорить обо всех областях, но что вы увидели о деньгах в этой перезагрузке? Расскажите. Это очень хороший вопрос, и в своей книге я об этом рассказываю. Мне нравится, что это касается не только христианского мира, но и неверующих людей, которые берут эту книгу. На протяжении всей книги я указываю им на Иисуса, так что она будет инструментом для евангелизации. Господь говорил ко мне и показал, что экономика в Америке и по всему миру будет потрясена. Он сказал, не паникуйте, мы увидим резкий спад в будущем, но я увидел, как на отдельных людях высвобождается помазание Иосифа. И мы не только переживем голод, мы начнем процветать в разгар этого голода. Мы будем жить в условиях небесной экономики. Мы не будем связаны с экономикой этого мира. В духе я видел, как по всей земле воздвигались хранилища Иосифа. Я говорю не только об обычной пище и ресурсах, это только часть этого. Я увидел безопасное убежище, где у тех, кто выйдет из тьмы, будет сообщество, и они смогут стать его частью. Это была вновь зажженная, новозаветная церковь. Расскажите немного об Израиле. Израиль очень дорог моему сердцу. Последние 10 лет я ездил в Израиль каждый год. Господь сказал, что мы увидим необыкновенную славу, сошедшую на эту страну и нацию. Я видел, как люди, живущие в этой стране, открылись для принятия Мессии. Иисус откроет себя новым уникальным образом людям, которые там находятся. Так что приготовьтесь испытать чудеса и знамения, приготовьтесь увидеть пробуждение, пришедшее в Израиль. Святая Земля снова станет святой. Он показал вам несколько новых изобретений, которые действительно появились в Израиле, в области здравоохранения и компьютеров, во всех сферах. Да, относительно технологий, Господь сказал, что придет возрождение. Я видел несколько ключевых изобретений. Один из них был из Израиля. Господь поднимет и будет мощно использовать, чтобы продвинуть нас на годы вперед в области технологий и здравоохранения, и даже в области медицины. Я был очень этим взволнован, потому что, когда вы видите приближение пробуждения, это происходит не только для вашего дома и церкви. Это делается для того, чтобы вы могли увидеть, как Бог влияет на окружающий нас мир. Когда придет это самое пробуждение, будьте готовы к тому, что излияние Святого Духа повлияет на все системы. Бог показал вам что-нибудь о наших открытых границах и людях, которые приезжают в нашу страну. Мы не можем увидеть разницу, хорошие они или плохие при въезде. Вы что-нибудь видите об этом? Хотелось бы узнать подробности. Я увидел, что наше правительство пошатнулось. Господь сказал мне, что в эти дни мы увидим большие потрясения в правительстве Америки. Я думаю, что временами это будет продолжаться хаотично, когда возникают конфликты из-за границы и много другого. Бог сказал, чтобы мы смотрели на Него в это время. Есть люди, которых Бог помазывает идти и сражаться. Но я увидел, куда Господь будет двигаться посреди этого хаоса и потрясений нашего правительства. Будут люди, которые принесут освобождение. А знаете, я повсюду вижу, как молодые и пожилые люди начинают интересоваться криптовалютой. А Бог показал вам что-нибудь по этому поводу. Это интересно. Да, и я пишу об этом в своей книге «Пророческий прогноз». Господь сказал, что криптовалюта станет волной будущего. Я увидел новую денежную систему, появившуюся из нее. Так что не пугайтесь, если в ближайшие пару лет вам покажется, что дела идут на спад. Это вне этой системы. Господь собирается показать что-то новое. Я увидел, как полностью поменялась денежная система. И да, в будущем мы еще больше столкнемся с цифровым миром. Это уже здесь, но придет в еще большей степени. А Бог показал вам что-нибудь о раке. Я имею в виду болезнь. Да, я видел, как некоторые виды рака, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уйдут в прошлое. Когда Господь показал мне это, я был сильно потрясен. Он не говорил ничего подобного ранее. Он сказал, что некоторые виды рака, существующие сегодня, будут лечиться просто таблетками. Я увидел, как медицина продвинулась до такого уровня, что рак лечился легко, и это больше не было проблемой. Вещи, о которых мы беспокоимся сегодня, перестанут нас волновать когда-нибудь через два или три года. Джошуа, что вы видите прямо сейчас? Прямо сейчас я вижу, как огонь Святого Духа входит в дома тех, кто нас смотрит. Господь говорит, что будут посещения ангелов. Я вижу этот поток. Поток ангелов, которые расходятся по домам. И потому за последние несколько лет против тела Христова развернулась такая ожесточенная война. Господь говорит, я пошлю подкрепление. Я вижу, как надвигаются волны освежения. Есть люди, которые сражаются с болезнями, но я вижу, как исцеляющая Божья сила приходит в ваш дом. Есть кто-то, кто страдает от сильной боли в спине. Я вижу, что проблема в позвоночнике. Господь исцеляет это сейчас. Есть еще человек с артритом. Для вас это очень болезненно. Но Господь говорит, будь исцелен прямо сейчас. Я вижу волны исцеления, которые идут в дома тех, кто нас смотрит. Просто принимайте это. Мы увидим волны славы, проносящиеся по домам и общинам. Вам даже не нужно будет ходить в церковь, чтобы испытать ее. Мы хотим, чтобы вы ходили в церковь, но вам не нужно будет ехать туда, потому что ваша машина станет святилищем. Пока вы поклоняетесь и прославляете Бога, чудеса станут настолько необычными, что невозможно будет их определить или сосчитать. Это будет Господь, создающий органы в цели. И я увидел в духе... Это та часть грядущей славы, которую вы видели, о которой говорите в своей книге? Да, это часть той славы, о которой сказал Бог. Это дни великой славы, которая распространится по всей земле. Я видел чудеса созидания. Я только что вернулся с собрания, где все это уже началось. На собрании была женщина, у нее была опухоль размером с грейпфрут. Я ничего об этом не знал, но Господь дал мне слово знания. В присутствии Бога опухоль мгновенно растворилась. Господь говорит, что именно так он будет действовать. И это коснется не только служителей или проповедников. Это будет движением в цели Христовом, где самый обычный верующий станет двигаться в чудесах и исцелениях, утверждая слово. Когда мы вернемся, Джошуа помолится за открытие будущего, которое Господь уже вложил в нас. Пришло время подняться над планами сатаны и жить в хорошем будущем, которое Бог приготовил для вас. Я говорю, что оно хорошее, потому что есть книга жизни, и в ней записано ваше имя. В этой книге только хорошее. Так что пришло время, чтобы хорошие вещи пришли в вашу жизнь. Мы скоро вернемся. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Во время просмотра одной из ваших передач по телевизору, ваш гость молился за исцеление плеча, и я приняла это исцеление. Мое правое плечо болело, и я не могла спать на правом боку. После его молитвы у меня больше нет проблем, и я могу спать на правом боку. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. «Это сверхъестественно» Прежде чем Джошуа помолится о славе и чудесах, я хочу убедиться, что вы готовы. Хочу, чтобы вы помолились сейчас вместе со мною и сделали это от самого сердца, чтобы новая жизнь открылась в вас. Поэтому повторяйте за мною эти слова, дорогой Господь. Я совершил множество ошибок в своей жизни, и я очень об этом сожалею. Я верю, что Иисус умер из-за моей ошибки, и благодаря Его крови я омыт и очищен. И теперь, когда я чист, Иисус, приди и живи во мне. Возьми мою жизнь в свои руки. Я провозглашаю тебя своим Господом. Аминь. Джошуа, помолитесь. Отец, мы молимся тебе за каждого человека, который нас смотрит и слушает. Прошу, чтобы ты открыл пророческое предназначение, которое было скрыто внутри твоего народа. Молюсь, чтобы они испытали пробуждение прямо у себя дома. Отец, я молюсь за их семьи, чтобы ты разрушил проклятие поколений и даровал благословение поколений прямо сейчас. Пусть вернутся сыновья и дочери, пусть блудные дети вернутся домой. Отец, я прошу, чтобы ты дал нам мудрость, чтобы справиться с предстоящими днями. Ту мудрость, чтобы справиться с экономикой и чтобы справиться с будущим. Отец, чтобы мы не просто пережили будущее, но и процветали в нем. Пусть твоя великая слава, твой огонь Святого Духа, будет высвобожден на всех, кто нас смотрит во имя Иисуса. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. А что, если вы живете в ложной реальности? Многие верующие не осознают, что у них открыта дверь, и это дает сатане власть держать нас больными и подавленными. Здравствуйте, я Чад Гонсалес. Присоединяйтесь ко мне в следующей программе с Сидом Ротом, и я расскажу вам об альтернативной реальности. Это царство жизни, куда не может проникнуть грех или болезнь. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт «Уже сегодня». Продолжение следует... Продолжение следует...